Доктор Стрэндж В фильме «Доктор Стрэндж» талантливый хирург попадает в автокатастрофу, после чего надеется восстановить свои руки с помощью знаменитых тибетских практик легендарных мистиков-целителей. Для этого он собирает всю свою волю и отбрасывает профессиональный скепсис, отправляясь в захватывающее приключение. Столько долгих лет я взглядывалась сквозь время в поисках тебя. Марвел представляет Доктор Стрэндж Что это? Новая мантра? Пароль от Wi-Fi Мы же не варвары? В кино с 3 ноября Следующая премьера о сильном духе, боях и любви. Вашему вниманию представляем фильм «Молот». Главные роли в новой российской спортивной драме исполнили Алексей Чадов, Оксана Акиншина и Антон Шагин. Фильм не скуп на мордоборе. Чадов задействован в 11 боевых сценах. В большей части актер участвовал сам, без помощи дублера. Впрочем, для Чадова сниматься в подобных фильмах не впервой. В шаге от чемпионского титула карьеру «Молота» перечеркивает страшная авария. Отныне любой поединок может стать для него последним. Но когда под угрозой оказывается его любовь, он доказывает, что «Молотом» его прозвали не только за сокрушительный удар. Настоящий боец на ринге и в жизни. Он продолжает борьбу даже в центре паутины лжи и предательства. Рискуя всем, он идет на пролом, чтобы спасти себя и свою возлюбленную. Ее убьют. Такого события ты еще не был никогда. Я тебя не отпущу больше никуда. Никогда. Я поставил все на твой проигрыш. Я боюсь. Но я выйду. Мне так! Помоги мне. Впереди праздничные выходные. А это значит, что в качестве семейного отдыха можно выбрать поход в кино. Тем более, что мультфильм обеспечен. Большой собачий побег порадует вашего ребенка. Веселый и добродушный пес Ози счастливо живет в семействе у Мартинов. Однажды они отправляются в дальнее путешествие. Естественно, собаке с ними нельзя. Хозяева решают поселить его в шикарный спа-отель для собак. Вот только отель этот оказывается самой настоящей тюрьмой для собак. Попав в нее, Ози знакомится с такими же бедолагами, как и он. Вместе они начинают планировать план побега из этого ужасного места. Ты не Ози, беги! Я все вижу. Я его глаза. Сиди и не гавкай. Знаешь, иногда пишут осторожно злая собака. Это про меня. Так, так! Ну хватит, он уже ушел. Хороший мальчик – это фильм по-человечески о человеческом. Картина получила награду Гран-при на фестивале Кинотавр в Сочи и заняла третье место на фестивале «Окно в Европу» в Выборге. В общем, к просмотру рекомендуется. История о шести днях из жизни девятиклассника Коли Смирнова. Однажды Коля попадает в водоворот событий. Кто-то поджигает школьную пристройку с новыми компьютерами. Старшеклассница Ксюша, дочка директора школы, решив, что поджог устроил Коля, влюбляется в него. А тем временем сам Коля влюбляется в учительницу. Кроме того, Коля не дает покоя отец, который устанавливает дома свои правила. Теперь Николаю надо как-то со всем этим разобраться. А тут еще и директор школы делает ему одно предложение. А вот это что было? А это дэнс-холл. Народный ямайский танец. Ты в России, Дронова. У меня родаки дома. Всегда по дому на каблуках ходишь? Кость, ты потрясающе, честно. Чем ты ее хочешь поразить? Ну что, вдохновились? Башню сносит. Ну а что мы будем делать ночью? Вот, ты ж хотела ремонт. На, будем делать ремонт. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Я думаю, все помнят эту песню из мультфильма «Детство». Бременские музыканты. На смену им пришли бременские разбойники. Нет, это не продолжение того самого доброго мультика. Скорее, анимация является миксом из сказки «Бременские музыканты» и легенды о Робин Гуде. В мультфильме «Бременские разбойники» вот уже 18 лет, как бедствует королевство, где к власти пришли жадные до денег министры. Народ прозябает в нищете, люди живут в страхе, ведь неповиновение законом карается очень жестоко. И лишь благородный разбойник Трубин Гуд и его банда не страшатся грабить министров, отдавая награбленное бедным и нуждающимся. Немедленно отпустите его! Держись, дружище, мы тебя вытащим быстрее, чем ты думаешь. А как я думаю? Извините, прошу прощения, простите. Я взял тебе попкорн. Крошка. Ну что, друзья, думаю, из представленного нами списка вы точно найдете нечто свое. И уделите пару часиков хорошей кинокартине. Приятного просмотра и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok